Друзья, приветствую вас на канале Дешевый Китай. Сегодня у нас новинка от компании Baintec, это проектор P19 Pro. Как мы видим, довольно компактное устройство, которое легко помещается в карман или же рюкзак и не займет много места. При этом есть встроенный аккумулятор, можно заряжать от пауэрбанка, в общем довольно интересное устройство. И сейчас в честь старта продаж первые три дня вы сможете его купить за 199 долларов 99 центов по промокоду в описании под роликом. Так что кого заинтересовало, поспешите приобрести, предложение ограничено. Комплект поставки проектора меня порадовал. Помимо коробки, на которой можно увидеть внешний вид устройства, вы получаете довольно прочную сумку-чехол для переноски и транспортировки проектора. В нее помещается и сам проектор, и кабель с внешним блоком питания, и пульт управления с инструкцией. Внешний вид проектора впечатляет, это устройство очень компактное и легко помещается в карман куртки. Такой проектор действительно очень удобно брать с собой куда-либо. Да и производитель позаботился о том, чтобы вы его могли закрепить не только на штатив, но и поставить на стол и подрегулировать угол наклона, ведь все-таки это переносное устройство. Поэтому снизу находится ножка, которая может менять как высоту проектора, так и его угол наклона. На передней стороне можно увидеть линзу, она здесь просто крошечная, практически как на камере мобильного телефона. Рядом находится инфракрасный датчик, а также датчик для автоматической регулировки трапеции. Немного ниже логотип компании Baintec. Сбоку находится колесико для фокусировки. Да-да, автофокусировки тут нет. Мы недавно тестировали более крупную модель проектора Baintec U80. Там был и автофокус, и лучше картинка, но и цена, конечно же, выше. Также немного ниже за перфорацией находится динамик. Причем их тут два, находятся они с обеих сторон. Качество звучания действительно хорошее, звук приятный. Но максимальной громкости для шумных помещений будет недостаточно. Сзади же все по стандарту. Это USB-порт, кнопка Reset, Type-C для зарядки, кнопка включения и, конечно же, HDMI-порт. Немного ниже находится радиатор с кулером для выдува горячего воздуха. Снизу есть наклейка с общими характеристиками и креплением под штатив, что немаловажно. На верхней панели есть сенсорное управление проектором. Кнопки полностью могут заменить пульт, поэтому, если вам нужна портативность, то пульт дистанционного управления можно с собой не брать вовсе. Самое главное в этом проекторе, это то, что в нем встроен аккумулятор емкостью 7800 мАч. Поэтому смотреть можно без проводов. Но если вы выехали на природу, то вам может не хватить полутора-двух часов заряда, особенно если вы собрались не на один день. В таком же случае выручает пауэрбанк, так как проектор можно заряжать от него. А если пауэрбанк достаточно мощный, то он одновременно может и проигрывать, и заряжать, то есть работать как от сети 220 вольт. За Type-C производителю однозначно респект. Покажу пару кадров с природы, так сказать, одну из его стихий. В качестве экрана я не использую какие-то специальные светоотражающие и так далее, как это дома. Это обычная простынь белого цвета, немного примятая причем. Но как мы видим, включить на таком экране мультик или фильм не составляет труда. Картинка весьма хорошая, причем еще не до конца стемнело. Проектор имеет достаточно много настроек. Есть поддержка Wi-Fi 5 ГГц, по Bluetooth можно подключать различные девайсы. В настройках есть фишка по изменению яркости, за счет этого будет меняться время работы от встроенного АКБ. Есть возможность подстроить цветовую температуру, как автоматически, так и более детально вручную. Обращение вентилятора охлаждения и трапеции, как в автоматическом, так и в ручном режиме. За счет встроенного андроида на борту, можно устанавливать приложение с плей маркета и не только. Смотреть любимый ютуб, различные стриминговые сервисы и так далее. По сути на природе можно раздать интернет с того же телефона и смотреть видео онлайн на ютубе, или какой-то фильм записанный на флешку. Качество картинки в ночное время суток отличное, возможно я бы хотел немного больше яркости. Конечно, нужно понимать, что за эти деньги можно получить более качественное устройство по картинке и звуку, но стационарное, большее и громоздкое. Если вам нужна портативность, то тогда такое решение однозначно будет хорошим, плюс встроенный аккумулятор, что не привязывает вас к розетке. Я готов. Вы получите нового, от улучшенного меня. Потому что если несешь в мир добро, получаешь добро в ответ. Кажется, ты забыл, чем зарабатываешь на жизнь. Каждый раз кто-то умирает. Мне это больше не по душе. Некоторые конфликты решаются только оружием. Конечно, есть функция Miracast, при этом задержка минимальная. Можно играть в игры на проекторе, показывать видео со смартфона, фотографии, какие-либо документы и так далее. Да и можно подключить ноутбук по HDMI даже при блэкауте, чтобы показать важную презентацию. По звуку его качество вы можете оценить. Звук действительно имеет хорошее качество. Но вот по громкости даже для домашнего просмотра нужно выкручивать наполовину, а то и более. Хотелось бы динамики погромче. Как я говорил ранее, еще бы неплохо добавить яркости. Но в таком портативном устройстве это сделать явно непросто. В солнечную погоду картинка будет сильно блеклая. Поэтому такой девайс подойдет только или же ночью, или при закрытых шторах. Ну что ж, друзья, давайте подводить итоги. Проектор получился действительно интересным, компактным и довольно хорошим за свои деньги. Есть, конечно же, минусы. Это, как по мне, не хватает немного яркости. Но опять же, давайте смотреть цена и какая маленькая линза, какой маленький проектор. Сделать его более ярким это тоже непростая задача. То есть он подходит для темного времени суток, либо при зашторенных шторах. В дневное время суток это будет очень некомфортно. Нужно это понимать. В остальном все классно. Звук. Звук по качеству хороший, как я говорил ранее. Но при, допустим, просмотре в квартире этого достаточно. Где-то на природе, когда кто-то говорит, динамики немного слабоваты. Но при этом само качество звучания меня порадовало. По поводу чехла. Чехол тут очень классный. Конечно, я бы сделал его, возможно, как-то более компактным. Все-таки он занимает место порядочно по сравнению с таким вот проектором. Но здесь вмещается кабель питания с блоком питания, сам проектор, пуль дистанционного управления и сам чехол. Он очень такой, скажем, массивный, в который тяжело промнуть материал и вы не повредите сам проектор. Это как бы тоже плюс. Но размеры немного великоваты. Все-таки в рюкзак положить одно делал такой вот проектор, а другое делал такой вот чехол. Вот. Поэтому все ссылочки в описании. Переходите. Промокод действует 3 дня. Покупайте. 199 долларов 99 центов. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.